В районной администрации состояла встреча белореченцев с представителем региональной энергетической комиссии. Участников совещания информировали об изменениях в законодательстве, касающихся тарифов ЖКХ. На встречи побывала и наша съемочная группа. В заседании приняли участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компанией ТСЖ, а также представители советов домов. Встречу открыл заместитель главы Белореченского района Вачиган Назарян. Он представил присутствующим заместителя руководителя региональной энергетической комиссии края Сергея Шулика. В рамках информационно-разъяснительного мероприятия по вопросам предоставления коммунальных услуг он рассказал о причинах, по которым был принят закон по введению социальных норм потребления электроэнергии. За счет того, что население платит меньше, это время перекладывается на всех остальных потребителей, на юридических лиц, на предпринимателей и так далее. Они, в свою очередь, производя товары, работы, услуги, перекладывают эту электрическую энергию, стоимость ее по высоким тарифам, стоимость своих работ и услуг. То есть каждый человек ощущает на себе вот это вот время увеличения расходов на покупку товаров, каких-то народного потребления, промышленных товаров и так далее. В масштабах страны это огромная цифра. Население платит по оценке Минэнерго на 40% дешевле, меньше, чем экономически обоснованный размер города. Вот поэтому социальная норма призвана этот объем перекрестного субсидирования сократить за счет тех групп населения, которые потребляют электрическую энергию, больше, чем определенная норма социальная. В настоящее время 80% населения укладывается в эти нормы и не почувствует на себе увеличение тарифов. Те, кто будут выходить за пределы, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу. Это на 40%. Это требование законодателя. Тариф сверх социальной нормы должен быть не менее 40% от тарифа для населения. Социальная норма потребления электроэнергии, предусмотренная для домов, оборудованных электроплитами или электронагревательными приборами, существенно выше, чем там, где стоят газовые плиты и есть газовое топление. Чтобы расчеты проводились с учетом именно этих тарифов, необходимо будет представить подтверждающие документы. Потребителю достаточно принести паспорт этой электрической плиты, технический паспорт на дом, чтобы в бытовой компании подтвердить обоснованность применения социальной нормы как для дома с электрической плитой. Аналогично, если в доме не предоставляется услуга по газоснабжению, то здесь просто достаточно решения в экономическом самоуправлении, уведомительную взбытовую компанию, что да, по этому дому действительно ничего такого нет. Там обоснованно человек установил электронагревательные приборы, электронагревательные установки. С введением социальных норм возникли сложности. Для того, чтобы правильно произвести расчет тарифов, необходимо учитывать износ дома, персональный состав проживающих, наличие льгот. Пока не будет создана единой базы, которая бы объединяла в себе информацию пенсионного фонда, фонда социальной защиты населения, регистрационного учета, органов местного самоуправления по износу домов, пока этой базы не будет создана, а социальная норма введена не будет. Также изменения коснутся и вывоза твердых бытовых отходов. Раньше эта услуга, если вы помните, ну не то, что вы помните, наверняка помните, она была жилищной. То есть расчет платы за твердые бытовые отходы производился исходя из площади жилых помещений. Сейчас, поскольку она коммунальная, она привязана к количеству проживающих и к норме накопления отходов. Сергей Шуляк заверил присутствующих, что плановое повышение платежей за коммунальные услуги с 1 июля текущего года не превысит 4%. В рамках заседания белореченцы смогли задать волнующие их вопросы, многие из которых не относились к компетенции РЭКа, а больше касались государственной жилищной инспекции. Весь город начисляет выше норматива в десятки раз. У меня трехкомнатная квартира, 70 киловатт в месяц. Представляете, 70 киловатт в месяц. Это ОДН брали. При том, что норматив составлял всего где-то около 7 киловатт. Если человек говорит, что вот 7, а мне выставили 70, это может быть какая-то причина какой-то месяц? И не один месяц. Например, жильцы дома 147 по улице Луначарского поставили датчики движения для экономии электроэнергии при освещении подъездов. Но платить меньше не стали. Электросети эти показания не берут по счетчику, а берут по общедомовому счетчику. Это безобразие, они грабят нас, жильцов. И это в каждом доме в городе такое происходит. Сергей Шуляк предложил представителям ресурсоснабжающих организаций еще раз обсудить возникшие вопросы с жильцами многоквартирных домов. Если компромисса достичь так и не удастся, коллективная жалоба будет направлена в жилищную инспекцию. Самый больной вопрос по ОДН электроснабжению. Сейчас рассматриваются новые нормативы потребления. Когда они будут утверждены и будут ли они выше, чем существующие? Проект наш такой по домам, которые не оборудованы лифтами, в которых есть освещение, есть насосы на холодную, горячую воду, есть циркуляционные насосы по системе отопления, есть то, что вы сказали, запирающие устройства, есть усилители антенн и так далее и тому подобное, прочие оборудования. Вот максимальный размер нормативов без лифтов 0,72 кВт часа в месяц на квадратный метр общей площади. В отношении домов, которые лифтами оборудованы, это норматив с той же степенью оснащения электроприемниками 1,81. Это самые низкие нормативы на ОДН опять в России. Каждый месяц у меня идет учет не только по общедомовому прибору, но и по старым приборам, которые действительно учитывали общедомовые нужды. Вы помните, их стояли, эти приборы. Прибор учета на освещение конкретно. Да, они стояли на общей помещении. Эти приборы показывают в два раза меньше сегодня, чем сегодняшние показания по разнице показаний. Кто этим занимается? Никто. Подождите. Этим занимается как раз эта вот там норма законодательная, которую сейчас должны принять уже подписать президент, который говорит, если произведать расчетного распределения, получается цифра меньше, чем по ОДН, то надо брать меньшую. Еще один вопрос, который волновал жильцов многоквартирных домов, изменения в расчетах при оплате за отопление. Отопление призвано как услуга. Почему я должен оплачивать тот период, когда мне эта услуга не оказывалась? Это период до 18 октября и с 13 апреля до 1 мая. Нормативный объем потребления тепловой энергии должен быть оплачен потребителям независимо от даты начала и окончания отопительного периода. В расчете нормативов на отопление учитывается количество месяцев, в том числе неполных. Многие недобросовестные жители гордо не считают нужным заключать договоры на вывоз мусора. Эта проблема с каждым годом становится острее. Сейчас у нас вывоз ТБУ производит частная компания, услуга. Многие домовладения отказываются заключать договоры. У меня предложение. Будет ли когда-нибудь введен закон об обязательном заключении договоров? Все, кто попадает в зону деятельности регионального оператора, обязаны заключить договор с ним. Но это после того, как он появится. Когда региональный оператор. Пока его нету, вступают в силу нормы природоохранного законодательства. То есть мусор нельзя сжигать, мусор нельзя куда-то зарывать. Его, естественно, нельзя вывозить без полосы и где-то выбрасывать. За это предусмотрено ответственность. Подобные встречи, по словам организаторов, помогают найти взаимопонимание. Зная новые законы, а также алгоритмы расчета платежей, жители понимают, за что конкретно и сколько они будут платить. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.